Доброго и бодрого утра. Вчера, представляете, забыли собирать рюкзак Кирюшкин. Нас сейчас быстренько сыночек мой соберет. Самостоятельный мальчик. Кирюш, тебе надо для логопеда новую тетрадку дать? Сейчас, да, мой маленький. Красавчик, такой умничка. Самостоятельный ребенок. Сам собирается, сам одевается, сам все делает. Машаллах. Спасибо Вселенной за таких хороших диеток. Какие вы у меня сладкие, умнички, просто. У тебя что, не есть логопед во вторник? Нет. Как кайфово, девчонки, тут все кайф. Два дня подрастовала в пять утра. Ну и бегаешь, конечно, как угрелая, да, как белка в колесе, постоянно дела, 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 дела. Ну и вчера в Симферополь поездка, конечно, у меня уже тяжеловато в дорогу ездить. Я уже утомилась, сильно устала. Вчера вроде как и приехали, я и лежала, отдыхала. Но, тем не менее, организм истощился. Утром в семь утра проснулась, собрала детей в школу, отправила. Может, проснулся, смотрю, пимпочка спит. Говорит, я, наверное, пойду спать. Он говорит, конечно, идти ложусь спать. Ну, он видит, как бы я уже такая уставшая. Он себе завтрак все сделал, подогрел, собрался, уехал. Я поспала, сейчас уже так хорошо. Сразу и настроение лучше повышается, да, потому что поспала, отдыхнула, это кайфово. Кто здесь проснулся? Открывай, шуротик. Открывай. Респалепт. С сегодняшнего дня начинаем давать. Ой, это птичка. Пойдешь в душ? В душ пойдешь, пимпа? Доброе утро тебе. Доброе утро. Красивая звездочка. Самая красивая девочка. Ты что там задумалась? Ты что задумалась, птичка? Дышь, пойдешь? Пойдет, пимпа. Нет, ну нет, ну нельзя так баловаться, кусать свои ручки сладкие. Камень. Вставай, давай. Ку-ку. Так она прячется. Вот так радостно, когда у камень хорошее настроение, да? Это хорошо, когда у камень хорошее настроение. А есть вот такая вот удобная косметичка-органайзер от Морякэй. Я ее когда-то давно покупала. И вот такие вот отделения. Эту косметичку очень удобно брать с собой в дорогу, ну или как в моем случае брать с собой в роддом. И вот здесь уже потихонечку буду готовить, что я с собой буду брать. Я, кстати, возьму с собой масочки для лица обязательно в роддоме. Я всегда их использую, потому что состояние и так такое прибитое, но чтобы хоть как-то выглядеть как человек, масочки спасать. Надо будет еще масочки одноразовые заказать. У меня есть патчи, надо будет еще заказать маску для волос. Вот такой шампунь у меня есть. На раза два мне хватит. А может и на три как раз хватит. Надо еще бальзамчик. В общем, даже в роддоме не забываем про себя. Нужно ухаживать всегда и везде за собой. Есть еще, что очень удобно, есть вот такой вот крючок, можно подвесить и так вот раскрыть ее. Видно, где что находится, удобненько. И много чего помещаться. Я взяла здесь такой еще маленький крем для рук. Но потом, когда все заполню, все, что мне необходимо, я обязательно сниму отдельный обзор, что я буду брать с собой из средств гигиены в роддом. Привезли мы Кирюху на тренировочку. Ну все, давай, борец. Побежал. Молодец, самостоятельный мальчик. Оставили Кирюшу на тренировочке. И сейчас мы едем за вкусной шаурмой. Так, захотели шаурму. Сейчас кувим шаурму. И поедем, поедим возле моря. Приехали мы сейчас в районе ЖД и автовокзала. Идем в Санды. Вот лично нам там очень нравится шаурма. Я знаю, что наши многие местные там покупают. Тоже хорошие отзывы. Все, заказали мы шаурму. Нужно подождать минут 10. И сейчас пойдем здесь в ближайший супермаркет Куд. Купим Пепси или Кока-Кол. Знаю, вредно. Но иногда можно. Тархун будешь? В общем, Байкал такой вот есть. Легендарный рецепт. Не хочешь Байкал? Ну, я буду тогда в лимонад. В общем, решили мы по такому пройтись. Вместо Пепси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой ветер. Взяли шаурму. Напитки. Идем к морю. Идем к морю. Взяли шаурму. Вот такой у нас сейчас будет прекраснейший вид. Будем есть саурму и смотреть на красивое море. Такой ветер сильный, но мы там хорошо поели, подышали морским лидированным воздухом. Сейчас бежим в машину греться, холодно прям. Ну, красота, конечно. Одно удовольствие смотреть на море и пушить в кустах. Решили приехать к Лиману. Здесь, конечно же, нет таких волн, как на море, тишина. Решили картинку поменять немножечко. Там вот наш район вдалеке. Я сегодня в коем-то веке решила накраситься. То у меня бывает такое, что я делаю это каждый день, то мне прям вообще ничего не хочется. На сегодня новая палеточка теней отхода бити накрасилась. Мы уже приехали сюда поближе к тренировочке. У Кирилла через минуту заканчивается тренировка. Ну, пока он соберется, выйдет уже. Поедем домой. Красавчик потренировался. Да, хорошо в настроении. Понял. Как потренировался? Как там морля нога? Хорошо. Хорошо? Не ругал тебя? Нет. Ну, это радует. Молодец уроки делает. Такой, все внимательно, Кирюша. Десять раз пересматривай, а потом только пиши. Хорошо? Хорошо. Вот эти две книжки положишь в рюкзак. И завтра отнесешь Вере Сергеевне. Хорошо? Нет. Собирают помощь для детей Донбасса. И вот попросили у кого есть дома какие-то книжечки принести. Положи, Кирюша, помоги, Карина. А, и тебе надо тоже? Да, тоже хочу. Ну, хорошо, и тебе найдем сейчас книжечки какие-то. Помощники мои. А ты че, Кирюша, осторожишь? Чтобы он уроки сделал правильно. Будешь проверять? Ну, че мы уже прошли сутки после приема остеопата. Ты че такие глазки делаешь, пимпа? И вот хочу сказать, что я за сегодняшний день ни разу не видела, чтобы она себя била по шее. Вот она так сильно себя била именно вот сюда вот. Нагибала голову и била, а сейчас не бьет. Нам остеопат сказал тоже понаблюдать за ней. Ну, и все кусает. Кусачка такая. Надо ей массажики делать. Постоянно делаем. Ну, не так, что прямо каждый день. Не подумайте, что я такая порядочная мама. Я самая, наверное, беспорядочная мама. Ну, мама особенно ребенка такая вот, да? Нет, девочки, иногда ленюсь, иногда просто забываю. Но я стараюсь делать довольно-таки часто. Слушай, художник, а ты не пробовала на столе свои шедевры рисовать? Пимпочка. Ну, делаем часто массажики пальчиков, да? Сейчас даже не скупаемся, если мама не будет лениться, сделает тебе. Что ты мне толькоешь? Что ты мне толькоешь?